Привет, детишки! Уже соскучились по моему бухтению о том, что время неумолимо движется вперед? Ну так вот, время неумолимо движется вперед. Игровой индустрии это явление, кстати, тоже касается. Еще недавно все вопили, какая в игре X крутая графика, а уже сейчас она кажется не такой уж и крутой, потому что технологии не стоят на месте. Однако, несмотря на это, многие продолжают с огромной радостью играть в старые игры, назло школьникам, не приемлемщим в большинстве своем такого подхода. Одной из подобных игр является Skyrim. И хотя 8 лет это по современным меркам не так уж и много, как и раньше, все же это значительный промежуток времени, если судить по меркам самой индустрии. Однако, Skyrim непоколебим, ведь разработчики сделали очень увлекательную игру, наполнив ее контентом по самые помидоры. Фраза «Я прошел Skyrim» вообще преступна и карается отсидкой в одиночной камере с запущенным на каком-нибудь старом компе Даггерфоллом. И все же, будем честны, в отличие от многих других эпохальных игр, у Skyrim есть замечательные подспорья к комьюнити мододелов. Новые возможности – пожалуйста, новые детали мира – пожалуйста, локация, спецэффект, а главное – текстуры в 4 или даже 8К, бери сколько хочешь. Но все же, сколько текстур на игру не вешай, смотреться они будут не так хорошо, как хотелось бы, просто потому что визуально вкус игроков развивается, и за долгие годы серая угловатая картинка надоедает. Увы, у движка есть свои ограничения. И, зная, как некоторые любят корчить из себя знатоков и кричать, что я ничего не понимаю в движках, поправлюсь. Не движок, а инструментарий, который в простонародье называют движком, не переходя на птичий язык. Только совсем уж упоротый фанатик будет верить в то, что инструментарий у Моровинда и Skyrim не один и тот же. Безусловно, в Skyrim он допилен, но кого мы обманываем? Те же практически скрипты, те же анимации, те же баги, причем не только в линейке Тест, но и в линейке того же Fallout. Ребят, я писал скрипты для Моровинда, я знаю, о чем говорю. К чему я это веду? К тому, что как бы было прекрасно играть в Skyrim на новом движке, да, то есть на чем-то, что не Моровинд. И вот, долго не думая, Тодд Говард решил несколько лет назад портировать Skyrim на все, что имеет в себе электронику, включая кофеварки и тамагочи. А заодно хоть чуть-чуть потянуть игру до современных машинных стандартов. Ну и денег, конечно же, заработать, почему бы и нет. И так и появилось специальное издание Skyrim. В фанатской среде сразу произошел раскол. Одни перебрались на новый Sky, будем так его называть для простоты, другие остались на старом. Тут речь идет не о междоусобицах, как можно было бы подумать, а скорее о том, что и по сей день некоторые мечутся и не могут понять, в какую же версию играть. Legendary Edition или Special Edition. Я также задался этим вопросом и, проанализировав подробную ситуацию, спешу вам доложить, что происходит на фронте древних свитков. Больше года назад я выпустил ролик, где подробно рассмотрел сборку SLMP, лучшую, по моему субъективному мнению. Однако время шло, и она допиливалась, и из-под крыла автора также выпустила аналогичная сборка SLMP и Special Edition. Именно через эту сборку я решил приобщиться к Skyrim обновленной версии. Я знаю, что существуют и другие сборки, возможно, не менее достойные, но я свой выбор уже сделал. Поэтому в этом ролике я рассмотрю новые возможности классической сборки, той, которая Legendary Edition. Рассмотрю возможности сборки на Special Edition, сравню их и расскажу вам о всех их преимуществах и недостатках, которые мне удалось выявить. Итак, я вот только что сказал, что с момента того обзора прошло больше года, да только вот это я наугад сказал. А на самом-то деле с того момента прошло практически два года ровно, сучки. Наверняка за это время сборка скакнула вперед неимоверно. На самом деле нет. И это не изъян. Просто уже на тот момент она концептуально была завершена. Предела совершенства нет, особенно для перфекциониста-автора, который в сети два года дошлифовывал нечто, видимое только ему одному, и ровнял бесшовные помидоры, которые теперь походу еще бесшовнее и круглее, чем в реальности. И такой кропотливый подход может только восхищать, особенно тех, кто сам знает о достроении не понаслышке. Изъян этой системы в том, что люди в массе своей не замечают подобных микроизменений, и поэтому время от времени начинают роптать о стагнации, о том, что автор уже не тот и так далее. Не знаю, было ли это с рассматриваемой сборкой, но тут подобное утверждение опять же не верно. Большая часть изменений может показаться незначительной, да, но все-таки кое-какие вполне отрезаемые изменения произошли. Для начала все моды, входившие в набор, были обновлены до самой последней на тот момент версии, и по возможности, как обычно, адаптированы. Последняя версия, кстати, обновлялась летом этого года, так что все моды новые. Учитывая то, как редко появляются новые версии старых модов, думаю, беспокоиться о новизне не стоит, как и о том, что новые версии модов могут вдруг начать тупить. Потому что автор сборки лично все проверил, как умел, а умеет он хорошо. Было внесено множество визуальных изменений, например, улучшены лоды, текстуры, доработаны их стыки и далее в том же духе. Баги множества квестов, как оригинальных, так и из модов вроде фальскара, были снова пофикшены. Да, представьте себе, даже спустя столько лет в игре есть баги. Кто бы мог подумать. В общем, все, что необходимо было поправить, автор поправил, из того, что заметил, конечно. Также для любителей играть без YNB была улучшена визуальная составляющая, предполагающая как раз-таки игру без него. Судя по всему, есть и такие. Вот вам тоже подгон. Была добавлена поддержка новых разрешений типа 21 на 9. Некоторые моды были объединены в пакеты, видимо, для упрощения. Также, по словам автора, была проделана очень серьезная работа по повышению производительности сборки, из-за чего количество FPS в среднем возросло на 10. Не на 10%, а на 10 FPS, то есть от 5 до 15. Насколько это верное утверждение, сказать не могу. У меня и раньше все было нормально со сборкой. Однако оптимизм внушает. Файл тест 5.exe, отвечавший за расширитель скриптов SKSE, теперь переименован в SKSE, что, с одной стороны, делает процесс запуска и настройки понятнее, с другой, иногда создает проблемы тем, кто решил обновить мод-органайзер. К счастью, все эти проблемы легко решаемы в случае чего. Деревья были изменены на модели из мода Enhanced Vanilla Trees. Извините, я за два года английский так и не выучил, поэтому по-английски знаю только Хенде Хох и Нихчизен. Честно, я тот мод раньше не видел, но деревья красивые, видно, что доработанные. Правда, не везде, но все же. Из пакета модов Landscape Improved был, вернее, удален, мод Unbelievable Grass. Господи, боже мой. Вместо него вставили мод Wetters Improved Simple Vanilla Grass и мод на фикс воды в кузнях. Не такой помню. Пакет, улучшающий интерьер, также был дополнен новыми мелкими модами. Добавлен пак с татуировками, теперь можете сделать органианина, как у меня, в теории. В моде ОСА была переработана та самая коробка, в которую персонаж складывает нижнее белье. И да, теперь можно на кнопку управлять членом. Да, это самый необходимый мод в Скайриме, ничего не говорите. Как же я раньше без него играл, не представляю. Фу, съел да, как говорится, да? Ну ладно, добавили и добавили. А вот мод Климатсов Темриэл удалили нафиг. А все почему? А все потому, что автор заподозрил его в том, что он недостаточно хорош для этой сборки. Ну, ему все-таки виднее. Говорит, мол, можете ставить сами любой другой по вкусу. Позже Климатсов Темриэл вернулся, но уже в качестве опционального. Судя по всему, игроки роптали. Работа у нас игроков такая, роптать время от времени. Судя по всему, как говорил автор, можете ставить любой другой, да? Вот, походу, этот назад и ставьте. Хотя, если есть варианты, пожалуйста. Опциональный мод Woman Dress также был удален. Автор назвал эти женские шмотки несуразными. Какое счастье! Потому что я нашел их аналогичными в свое время. Зато был добавлен опциональный мод Constant Lush Tris Merigold. Нет, без Merigold, просто Tris. Который делает деревья вдалеке пушистыми. Это для особо упоротых босмеров, я так полагаю. Количество ЕНБ сократилось с 66 до 6. Такие вот забавные цифры. Такие радикальные изменения обоснованы очень высокими требованиями к этим самым ЕНБ. Автор, судя по всему, в один момент ударился в эксперименты. И, судя по количеству ЕНБ, собрал все, что были созданы за время существования Скайрима. И при этом не похоже на говно. И теперь мы знаем их точное количество 66. Вот. Живите с этим. Мод Trident Barter также был удален. Нафиг теперь его функции были включены в мод Leveled Enemy. Если честно, я ни тем, ни другим не пользовался. И не собираюсь пользоваться. Так что лично для меня это несущественное изменение. Но вы не я, так что просто знайте об этом. В смысле, не о том, что вы не я, а чехарде с модами. Кроме всего прочего, была обновлена, дописана и дорисована справка по сборке. Все было перелопачено, перепаковано, собранной, ленточкой повязано. На момент снятия ролика последней версии SLMPGR числится версия 2.6. Те изменения, что я перечислил, это выжимка наиболее существенного и заметного из сейта и плеяды переделок, что были осуществлены за прошедшие два года. Подробнее можете узнать на сайте самой сборки, но не рассчитывайте на поблажки. Даже там вас часто будут отфутболивать в группу, где публиковались списки изменений. Это будут делать под девизом «Слишком много изменений, всего и не упомнишь». Это, конечно же, справедливо. Однако, даже зайдя в группу и откопав... Нет, ну мало ли, вдруг вы еще более сумасшедший, чем я и автор сборки вместе взятые, да? Откопав там архив постов за два года, вы все равно будете нередко отфутболены под предлогом, мол, «Чувак, ну их слишком много, я все не упомню». Учитывая такую комбинацию, я начинаю подозревать, что автор сборки, Митрадис, консультировал Хидетака Миядзаки при разработке Dark Souls. В то же время, учитывая, что в описании изменений и предложений типа «изменил примерно 15 тысяч файлов» — довольно распространенное явление, я автору верю. Кое в чем меня сборка разочаровала. На самом деле, лишь в одном. Это тотальная, мать вашу, привязка ко всему. Я бы очень хотел отключить нафиг острова Фальскар и Змейный Зуб, потому что плагины хорошие, но я один раз их прошел и больше не хочется. Но хрен там плавал, они являются мастер-файлами для некоторых нужных модов, по идее, не связанных с этим, а технически связанных. Ядрить да ядрить, ведь автор же обещал отвязать их. И в одном обновлении даже сказал, что переотвязал. Видимо, нет всего, потому что, несмотря на все переотвязки, моды эти все равно не отключить. Это не то, чтобы критично в целом. Скорее уж, лично я отношусь критично к лишним модам в моей сборке. В целом же, сборка SLMP за прошедшие годы стала еще лучше. Без сомнения. Однако, как я уже сказал, существует также сборка SLMP-версии Special Edition от того же автора. Давайте для удобства начнем с Азов. Итак, что вообще из себя представляет Special Edition? Ну, это как разница между программой по 32 бита и по 64. Оптимизировали игру под железо, который можно новым назвать только с натяжкой на данный момент. Оптимизировали расход игрой ресурсов. Теперь она стабильнее в этом плане. Значительно стабильнее, должно заметить. Важно подчеркнуть только в этом плане. Багов, несмотря на заявление, не убавилось. Скорее, прибавилось. Ведь в Legendary Edition играли с комьюнити-патчем, закрывающим сотни игровых дыр. А тут-то такого патча нет. По крайней мере, на старте, да? Поэтому встречайте повторно сырой Skyrim с кучей багов. Добавили новых визуальных улучшений, типа глубины резкости. Это хорошо, конечно, но в Legendary Edition тот же эффект добавляется ENB. Изменили палитру. Зачем-то. Теперь все выглядит каким-то рыжеватым. В оригинале все было слишком серым. Теперь тут все слишком рыжее. Добавили мыло. Очень много мыла. Тут просто все дико замылено. Не знаю, может только в этой сборке все замылено. Я в оригинал-то и не играл дольше получаса. Получаса два года назад. Три. Три уже. Почти уж четыре года назад, да? Но там все сейчас дико замылено. Надеюсь, это проблема конкретно сборки. И можно как-то поправить. Потому что, ну, так играть не то, чтобы совсем неприятно. Ну, знаете. Как-то это неправильно, что ли. Не консоль же, в конце концов. Опять же. Ставь ENB, в принципе. Меняй как хочешь. Хотя отмыл это не защитит. И все же. Позитивные стороны в новом Sky не просто были. Они были весомыми. Я говорю в прошедшем времени потому, что для меня этот вопрос уже решен. Ну, так вот. Какая бы сильная у тебя не была машина, Legendary Edition все равно будет тормозить при обилии NPC. В Special Edition эту проблему решили. Благодаря усовершенствованному и оптимизированному движку, инструментарию, называйте как хотите, можно теперь хоть армию наспаунить, и все будет идти гладко. До первого бага, конечно. Этот и другие оптимизированные моменты, которые не так бросаются в глаза, конечно, прельщают. Но вот незадача. Моды, без которых большая часть игроков в свитке себя не мыслят, также необходимо было оптимизировать под обновленный движок. И в итоге на старте мы получили в противовес старому настроенному и излюбленному Skyrim'у новый, совершенно голый и более стабильный. Ну, он, конечно, летал, да, но если с Legendary Edition снять все моды на вороты, он бы также полетел, как самолетик бумажный. А вот если на Special Edition намесить все те же моды, еще неизвестно, что будет с ним. Так справедливо заметили игроки, и я с ними согласен. Поэтому на старте Special Edition, скажем так, завоевал не так уж много сердец. И, казалось бы, по утверждению некоторых, оптимизировать моды под новый Sky – это просто. Но почему-то до сих пор не все, далеко не все дождались этой оптимизации. Наверное, потому, что обычно про легкую оптимизацию кричали те, кто любит моды скачивать, а не создавать, и даже не оптимизировать. Не все мододелы, в принципе, решили переносить свои работы на Special Edition. Некоторые моды переносились с разрешения авторов другими людьми. То есть, вот представьте, я в конце 16-го года, в момент выхода нового Sky, сказал себе, мол, посмотрим, подождем, и забыл о нем. И вот спустя почти три года я посмотрел, и что же я увидел? Да, практически все то же самое, та же картина в плане моддинга. ЕНБ теперь полно, да. Графические моды, конечно же, тоже в наличии. Модели там, всякие текстуры. Не уверен, что их, в принципе, надо было оптимизировать, хотя кто знает. Поэтому, если вас прилечает чистый Skyrim, без геймплейных модификаций или с минимумом геймплейных модификаций, то без раздумий устанавливайте Special Edition с комьюнити патчем и графическими модами. В этом случае вы получите Skyrim своей мечты, без преувеличений. Ну а если вы, как я, не мыслите игру без иного рода модов, то тут все порой несколько сложнее. Сравнив две сборки с LMP, я заметил тот факт, что на Special Edition версию автор, мягко говоря, подзабил. Это легко заметить, сравнив также логи изменений обычной версии. Логи изменений Special Edition с купы, как Каджит, торчащий на скуме. Пришлось допрашивать его на этот счет лично. Его, в смысле автора, а не Каджита. Хотя к моменту, когда он ответил, я и так уже понял, в чем дело. Видите ли, оптимизация Special Edition с точки зрения игрока лучше, чем оптимизация Legendary Edition, сомнений нет. А в Адалямадо дело, все с точностью да наоборот. Я не знаю как, но тут новый Skyrim крутит людям такую смачную дурю, что Ди, удаешься. Давайте попробуем проделать те же телодвижения, что и с Legendary Edition. Если кому интересно, на канале есть два ролика, подробно описывающие процесс, поэтому я не буду сильно вдаваться в подробности, как провернуть те или иные выкрутасы. Итак, вот мы установили Skyrim Special Edition. Первый же вопрос, можно ли его сделать лицензионным, то есть чтобы он запускался через Steam. Да, можно, просто заменив паленый файл Steam API 64 на свой, скопированный с оригинального Skyrim. Что ж, хорошо, однако за каким-то хреном теперь, если ты поставил мод, то ачивки не заработают. Кажется, расчет был на платные моды, которые можно устанавливать и покупать прямо в оверлей, не закрывая игру. Хотя те же самые моды можно скачать с такого сайта, как, например... Да, блин, с любого сайта. Вот просто заходишь на сайты с модами и скачиваешь. Серьезно. Ну, серьезно. Ну, это же гуфовские. Это же в Steam продаемые моды. Дожил. Ладно. Хрен с ним. Есть мод, который отключает эту ересь. В сборку он не входит почему-то, даже как опциональный. Я говорю почему-то, подразумевая, потому что автор не занимался сборкой Special Edition. Собственно, справедливый вопрос, а что вообще входит в сборку? Не менее справедливый ответ. В сборку входит все то же самое, что в Legendary Edition, о которой я рассказывал в самом первом своем ролике. Причем в том же виде, судя по всему. В то время как в новых версиях Legendary Edition сборки автор исправил немало недочетов и неудобств, ну, целую гору на самом-то деле, только что вам о ней рассказывал, в Special Edition версия сборки осталась на том же уровне. Моды по-прежнему завязаны друг на друге, отключение одного ведет к отключению других, целой кучи других, ну и так далее. Хотя справедливости ради надо сказать, что и в оригинальной сборке автор сделал мало отвязок. Той же справедливости ради необходимо сказать и о том, что мои слова не совсем справедливы, извините за каламбур. Например, многие моды были обновлены до более новой версии. ENB в сборке нет, вообще ни одного. Этот вопрос решается вручную, можно даже ENB менеджер установить для удобства. Но самое главное, если вы, как и я, пользуетесь мод-органайзером, то знайте, старая версия не работает со Special Edition. Собственно говоря, есть новая версия Legendary Edition тоже. Придется качать новую. На этом сюрпризы не заканчиваются. В оригинальном сценарии я тут громко очень на теле ругал. Мод-органайзер второй версии во все поля, потому что эта глючная жопа отказывалась работать вниз, постоянно теряла связь с папкой Skyrim, и вообще вела себя как падла, за что и была мной заклемлена. Это относится к версии 2.1.2. Какое счастье, что на момент корректировки сценария вышла версия 2.2.1, в которой все это исправлено, и теперь мне не на что-то бомбить. Какая печаль, Тенегри у меня в конюшню так, что если ваш мод-органайзер при каждом запуске выкидывает ошибку, мол, не могу найти твой Skyrim Vana, или еще какие-нибудь выкрутасы отчебучивают, обновите его. Просто обновите, это должно помочь. Ну и ладно, идем дальше. Автор занимался Special Edition, но вяло и лениво, однако, если помните, в довесок имеющимся в сборке 41 моду, я наставил еще целую прорву собственных. Внимание, вопрос. Существуют ли эти моды в версии Special Edition? По большей части да, но не все, увы. Мод BTRH Waifu, делавший некоторых интересных мне женщин в игре особо привлекательными, увы, не завезли. Не самый приятный момент, скажем так. Я уже говорил, что люблю собирать красивый гарем. Ну да ладно, там альтернатив много, хотя они мне не нравятся. Ну, в целом, можно пережить. А вот то, что нет мода, который делал из деревянной Йордис мега-красавицу, ну, по меркам Skyrim, это, конечно, я уже переживу с большим трудом. Девкам. Мод, позволявший наблюдать за своим мертвым телом, который эпично падает с обрыва или истекает кровью, обезглавленная. Я к нему привык, но не сказал бы, что это очень уж нужный мод. Пак женских анимаций Female Running and Walking Animation на самом деле существует, но под другим именем, и это довольно частое явление, когда какой-то набор незначительных анимаций или какой-то мод существует, но немножечко под другим именем. Ищите и, возможно, обрящите. В случае чего, в принципе, такие моды на анимацию-то можно чем-нибудь заменить. А вот мод Load Game Fix заменить нечем. Он предотвращал вылеты при загрузке сохранений, которые были следствием косолапости разработчиков. Однако, раз уж это Special Edition, адаптированный под мощные машины, то смею надеяться, что такой мод теперь и вовсе не понадобится. По всем тестам, что я проводил, а тестировал я сборку много вообще, оцените мой труд, ребята, я очень серьезную работу провел. Короче, все нормально, все стабильно, и Load Game Fix вроде как и нафиг не нужен, так что фиг бы с ним. Строго говоря, это и не мод был, он просто был фиксом в виде DL-файла. Мод Lost Grimoire для Special Edition версии оказался действительно лост. И для меня, как для магов, сияска Рима это серьезный удар. Утешает меня и осушает мои слезы тот факт, что и так немало модов на магию уже есть. Казна не обеднеет колдовством. Мод Multiple Mary... Моригни, короче, на многоженство. Есть, но только на Нексусе, то бишь только на английском языке. С модом позерходки с та же история, впрочем, там английский язык не так мешает, при условии, что ты уже знаешь, что и как работает. И если этот мод ненароком не англифицирует иные строки текста в игре, бывает и такое. Да и версия там старая, если честно. Набор слайдеров RaceMenu Overlays также состоит в Special Edition. Если что, именно в нем, если я, конечно, ничего не путаю, находились те татуировки, с помощью которых я сделал органьянина для игропутешествий. Но, к счастью, существует очень много альтернатив, так что не страшно. А помните мод Random ID Animation? Он присваивал вашему персонажу рандомную анимацию после движения из тех, что вы сами выбрали в опциях. Мод очень интересный, особенно для женских персонажей, для которых анимации больше, чем для мужских, по сами знаете каким причинам. Так вот, его тоже нет на Special Edition. А теперь моя маленькая личная трагедия. Мой любимейший персонаж, компаньонка из мода Barbarian Sania Follower, также не существует в версии Special Edition. И Арчиха Триш тоже сгинула. И тут мне уже серьезно сгрустнулось. Вы можете смеяться сколько угодно, но для меня это удар ниже пояса. Да, я вот такой человек. Мод Skyrim Beautiful Followers также отсутствует. Собственно, он превращает таких боевых жаб, как Утгер, отнесломленные в нормальных девушек, с которыми не стыдно и... пещеру посетить. И даже не одну. Ну, на самом деле, тут тоже есть альтернативы, вроде Ordinary Woman, так что все в порядке. Зато есть мод на член. Да, вот как его могли не портировать. Царь всех модов. Кстати, мод Soul Quick Menu уцелел. И слава богу, я уже без него не помню, как играть. Однако вот перевода к Special Edition версии нет. Но он, в принципе, интуитивно понятный. Лишился перевода и мод Sleep Tide, изменяющий систему сна для персонажей. Сборка Steel World, состоящая из бронелипчиков всех мастей, от одного автора присутствует, но она раздроблена, как это было в ранних версиях, поэтому собирать ее нудно, да и не факт, что соберете. Проще считать, что ее нет вовсе. Но это не самые грустные потери. А вот тот самый мод TCOV Improvement, который я по ошибке обозначил как мод, отвечающий за искусственный интеллект. Нет, он отвечает за изменения коллегии магов. Как рожь, так и убранство. И, собственно, TCOV обозначает The College of Winterhold Beaches. Ну так вот, его тоже нет. Ну, бог с ним, это не самый важный мод в сборке, мягко говоря, но все же. Мода Think to Yourself Message тоже больше не существует. Это тот мод, что переделывал надписи вида «Вам нужно поспать» на «Мне нужно поспать», будто Девакин — это никакие не вы, а он, то есть сам персонаж. И следом еще одно серьезное упущение. Wild Art of Necromancy, позволявший отыгрывать реального некромага. Боюсь, что толковых аналогов на Special Edition у этого мода нет. Нет большей мода «Vitch Quest Item». Это маленький модик, благодаря которому при нажатии на непонятный квестовый предмет выскакивала надпись, из какого, собственно, квеста этот самый предмет. В общем-то, это весь список. Как видите, ситуация неоднозначная. С одной стороны, в Special Edition версии из моей сборки отсутствуют в основном моды на позы, на компаньонок, на многоженство, в общем, на всякую тряхомутью, без которой можно спокойно жить. С другой, многие старые моды, давно завоевавшие свою нишу, вообще не перешли на Special Edition. Вроде моды на некромантию или гримуар. Некоторые моды не переведены в силу того, что авторы прежних переводов не захотели повторно заниматься этим, либо вовсе давно отошли от дел. И это на фоне того, как многие моды для Legendary Edition до сих пор поддерживаются, да и новые разрабатываются. Однако это лишь моя надстройка. Что же в самой сборке Special Edition? Сама сборка, как игра, вы не поверите, вполне играбельна. Она работает. Она замечательно работает. Она стабильно, сука, работает в кои-то веки. Она не вылетает каждые 5, 10, 15, 20 минут. Не зависает при загрузках. Нормально погружает кучу NPC. И вот такие моды, как, например, White Run, JK или там Solitude, JK. Короче, все эти JK-вские моды, преображающие города, они теперь не просаживают FPS до 10. Господи, спасибо тебе. Да, местами она чудит. Но это по-прежнему хорошая сборка. Хотя автор, конечно, заявляет, мол, там огромная туча недоделок, еще не паханное поле. Где-то я с ним согласен. Сборку на Special Edition еще пахать, перепахивать. С другой стороны, он это и про Legendary Edition говорит, даже в нынешнем ее виде. Точнее, говорил. Видите ли, этим летом автор отошел от дел на неопределенный срок. Короче, он устал и задолбался. В 8 лет делать одну и ту же сборку и ровнять одни и те же помидоры. Так что он передал борозды правления новой команде энтузиастов. Поэтому группу теперь ведут они. Но об этом позже. Я вот о чем. Через чур высокие требования к своей работе заставляют автора сборки ругать ее, в каком бы завершенном виде она ни была. Ибо, ну, не бывает в мире совершенства. Где-нибудь да вылезет какая-нибудь кака. Особенно у Bethesda. Что поделать. А вот что. Играть. Просто играть. И все. Если вам нравились прошлые версии сборки из LMP то и Special Edition так же придется по вкусу. Ибо они в каком-то смысле идентичны. Новые авторы решили вот как. Legendary Edition доведена до идеала. Дальше ровнять помидоры смысла нет. Пора уже взяться за Special Edition. И я как никогда рад это слышать. В начале сентября они взялись за дело. Обещают удалить некоторые ненужные моды среди которых фальскары, змеиный зуб, Птенегрио мне в конюшню. Ну наконец-то. Наконец-то мои мечты сбудутся. Клещи мне в кузню. Однако на вопрос о сроках авторы разумно отвечают. Мол, как только, так сразу. Их более чем можно понять. На голом энтузиазме делать подобное это очень тяжко и хлопотно. Проблема в том, что на данный момент сборка как была в версии 1.6, так и осталась. А темпа работы новой команды нам неизвестны. Не в обиду ребятам будет сказано, но мы про них не знаем вообще ничего. Митрадис-то себя зарекомендовал за эти годы, в отличие от многих других, кстати, создателей сборок. А как поведут себя они, я не знаю. Может они будут каждый месяц выкатывать мегапатчи, и сборка превзойдет Legendary Edition. Может они будут делать обновления раз в полгода, как Митрадис, или даже раз в год. Может они, как Тингиска, в один момент скажут, а пошли вы все и сольются. Может они, как Скайвиндеры, решат изменить основную идею сборки и напихают туда ненужных модов. Только время покажет. В этом-то и проблема. Играть-то хочется уже сейчас. Играть, а не ждать, когда Скайрим постарит еще на полгода, потом еще на полгода, еще. Ведь, например, в сборке Legendary Edition между крупными патчами, которые как раз-таки выходили в среднем раз в полгода, сохранения не переносились, как правило. Так что, если вы проваландались по снегам Скайрима полгода или год, извольтесь начинать сначала Бвана. И какого спрашивается хрена? Нет уж, тогда лучше не обновляться. К тому же близится Тес-6. Какой бы она ни была, мододелы моментально переключатся на нее практически всем скопом. Моды на Моровинт или Обливион делают до сих пор, но таких людей уже крайне мало. Тоже станет и со Скайримом. Этого не избежать. Так что нет резона считать, что моды на Special Edition будут свести буйным цветом. Во всяком случае, уж точно не таким буйным, как раньше. Ведь, по большому счету, все, что можно было придумать и сделать, уже придумали и сделали на Legendary Edition. Осталось только конвертировать, но и этим им лень заниматься. И их можно понять. Зато есть резон считать, что под крылом новой команды сборка на Special Edition станет более удобоваримой. Что же до технической стабильности Special Edition? Да, она присутствует. И это, к сожалению или к счастью, или и, к сожалению и к счастью, очень серьезный козырь. Очень серьезный. Только вот, как я уже сказал в начале, если наставить гору модов на нее, она будет тормозить не сильно меньше, чем в Legendary Edition. Ребята, я попробовал, у меня получилась. Сборка на Special Edition у меня начала тормозить, как ёп... Ладно. В общем, поверьте, это можно сделать. Если их удалять или устанавливать неправильно, тормоза неизбежны. Чем дальше играешь, чем больше проходишь, тем больше весит сохранение, тем дольше загрузки. И этого не избежать даже на Special Edition. За последнее не ручаюсь, но есть такое подозрение, основанное на наблюдениях. Поэтому у вас есть выбор. Либо играть в то, что есть на Special Edition, и наслаждаться, либо играть в отличную сборку на Legendary Edition, и наслаждаться. Ключевое слово — наслаждаться. Не надо ждать годами, как я когда-то, мол, вот выйдет через год дополнение на Ведьмака, вот тогда и поиграю. Или вот доделаю перекрестки миров, вот тогда поиграю в Dark Souls. Не надо. Берите и играйте. А ожидание убивает интерес. Ибо человек мало того, что перегорает, и получение ожидаемого уже не приносит такого прям вот ух, удовольствия, так еще и в процессе ожидания мы часто идеализируем результат, представляем его себе таким, каким он никогда не будет. Подводя итог, повторюсь, что если вы не любите геймплейные модификации, и хотите лишь, чтобы была красивая графика, и не тормозила, то сборка на Special Edition ваш выбор. Причем уже совсем необязательно именно SLMP. Можете взять любую другую, можете сами собрать, это не тяжело. Если хотите, могу показать потом, как это сделать. Обновленный движок вас порадует своей стабильностью, это факт. Да и геймплейных модов, давайте будем честны, тоже уже полно перенесено. Сложнее, если у вас, как у меня, личная трагедия с отсутствием определенных модов в вашей любимой сборке. Но и тут опять же оптимизация выходит вперед. Получается, все упирается только в эти самые мощности машины? В каком-то смысле да. Вот только на слабых машинах лучше играть в чистый Skyrim, ибо обилие модов комп банально может не потянуть. То есть сокращая все нули, приходим к выводу, что все уперлось в предпочтение. Если вам не впадло, как говорят культурные люди, собирать новый Skyrim с Blackjack'ом и куртизанками из дома земных наслаждений, Дезель, конечно, отказавшись от некоторых модов, то вы будете в выигрыше. Если же нет, вы не особо-то и потеряете, ведь и легендарная версия нормально работает. Справедливости ради, еще раз повторю, в третий уже раз, чтобы совсем закрепить. Даже Special Edition можно испортить модами так, что она будет вылетать на каждом шагу. В то же время, если грамотно распоряжаться модами на Legendary Edition, то разницы со Special Edition вы практически не заметите. Особенно, если не знаете, куда смотреть. Как не запороть игру модами, это тема для будущей дискуссии. И да, кстати, я совсем забыл, что Skyrim Special Edition можно просто свернуть и развернуть. Без плясок с бубном, без модификаций, которые добавляет второй курсор. Она просто сворачивается и разворачивается. Я понимаю, что это, возможно, какая-то глупость для вас, но для меня это было важным моментом. Теперь все работает. Замечательно. Ну и вместо предисловия хочу немножко затронуть тему ENB. Хотя в сборку SLMP и SE они не входят, играть без них довольно скучно, ибо картинка недостаточно красивая. Глупо отрицать, что оригинальный Skyrim слишком сер. И это не потому, что климат такой. Просто в игре намеренно сделали такую цветовую палитру. Им показалось, это создаст нужный антураж. Ну, где-то, безусловно, она его создает, но в целом, гуляя по Skyrim'у, особенно по природе, у игрока ощущение, что вот-вот начнется серый марш Джигалага. И тут на помощь приходит то, без чего даже сейчас Skyrim со своими свистоперделками смотрелся бы блекло. Да и не только Skyrim. Это ENB. Графическая надстройка, добавляющая новые визуальные эффекты и дающая просраться в вашей видеокарте. Бельком про ENB я уже рассказывал в нескольких своих роликах. Это такая, условно говоря, инъекция в движок игры, надстройка, добавляющая игре новые визуальные фишки. Это и смена тона, и преображение света и тени, и еще очень много всего. Я не разбираюсь во всем этом, поэтому сыпать терминами не смогу. Однако, не надо быть поваром, чтобы похвалить хорошее блюдо. Чтобы увидеть все возможности ENB, надо просто запустить игру и сравнить ее с ENB и без ENB. Благо, эффект отключается прямо в игре сочетанием клавиши Shift-F12. На Shift-Enter, кстати, можно подредактировать параметры самому, если разбираетесь. Одним словом, если хочешь превратить графику игры в кинематографическую, то без ENB не обойтись. Все самые красивые скриншоты из тех, что вы видели, сделаны при помощи ENB. Она не улучшает текстуры, не преображает источники света изнутри, она просто фильтрует все это. Где-то добавляет размытие, где-то глубину резкости, где-то улучшает палитру цветов и далее по списку. В общем, ENB не устареет никогда, как и многие другие игры еще долго не устареют благодаря ENB. И за эту прелесть мы должны благодарить Бориса Воронцова. Именно он написал эту программу и продолжает ее поддерживать. Без его усилий мы бы тонули в наскучившей палитре и были бы лишены прекрасных скриншотов в последней не то чтобы трагедии, но все же. Поэтому можете поблагодарить его за это в комментариях либо же лично на его сайте. Не знаю, принимает ли он донаты, но если принимает, можете также выразить ему таким образом свою благодарность. Несправедливо, когда люди, чьими плодами мы пользуемся повсеместно, прозябают в безведении по причине дебильной информационной политики общечеловеческого сознания потребителя. Что ж, на этом все. Думаю, теперь вы сможете сделать выбор между двумя версиями Скайрима. Если интересно именно мое мнение, я перехожу на Спешл Эдишн. Оптимизация и быстродействие все-таки берут свое. Но вам не обязательно брать с меня пример. На какой останетесь вы решать только вам. А если все же вы решили подождать новой версии сборки на Спешл Эдишн, то вам ведь нужно чем-то занять время, да? Пожалуй, мне есть чем вас порадовать. Оставайтесь тут и следите за новостями. Танцы с бубном продолжаются. Главное помните, чтобы с вами не произошло несчастного случая, как с Авгуром Дондлейцким, мойте руки перед колдовством. Редактор субтитров Корректор А.Егорова